Всех приветствую на своем канале. Говорят, у меня стало 2000 подписчиков и что надо записать какое-то определенное отдельное видео в честь этого. И мне даже один мальчик, который просил себе привет, вот ему привет тебе Саша Хайкин, который ведет канал, кажется, в переводе с английского только конкурсы, я просто не помню, как это словно. В общем, сделал мне такое видео поздравление, ссылка на его канал будет в инфобоксе и ссылка на видео и сам канал в самом видео под кружочком с И. Ну и что сказать? Наверное, это круто, когда тебя смотрят 2000 человек. Я, откровенно говоря, все равно как-то не вникаю, как это можно половину того, что я несу, смотреть, несу, в смысле, в камеру, смотреть, потому что я до сих пор не понимаю этого АСМР. Не то, что я не понимаю, что, ну, как люди, вот, да, бывают моменты, когда я вырубаюсь вообще, вот, когда на сессию едешь, допустим, был у меня период, когда я встаю, это, наверное, вот такая, говорил-ка, да, кто-то там просил по поводу воспоминания учебы в институте, в школе. На самом деле мне что-то так сейчас лениво, вообще куча всего дел, куча этих проектов, хотя на самом деле на мне висит хоть 9 проектов, ну, 3 редакта, 6 переводов, 2 из них вообще как-то неизвестно, когда будет, потому что «Рожденная под счастливой звездой», которая захапала после ухода Яси из команды, она еще не обновлялась на Атаку Моли, не знаю вообще, когда обновиться, а на один проект просто нет еще сканов, хотя там 8 уже глав, и я, конечно, его даже не брала еще в перевод, хотя он на мне висит, и, ну, как-то, я, конечно, даже не начинала, я не листала, поэтому я не знаю, может, оно, конечно, клевое, но мне пока оно как-то не идет, в общем, куча переводов, куча каких-то дел, вот тут я запаривалась с посылками, мне сегодня пришла посылка от Насти, но мы с ней договорились, что немножко чуть позже пошлю, из-за того, что некоторые Лёли потратились в Карабихе, будучи и на Хавчик, и на, в основном начале, ну, вообще просто проездили, и меня как-то это не, не вложились в мои личные финансы, финансы, траты, но суть такая, что я тут немножко какими-то делами занималась, какой-то мелкой бытовухой, опять же эти переводы, хотя они мне приносят очень много радости, ну, просто даже больше радости, когда вот на том же атаку, на атаку мне все лишь пока 8 лайков, но это тоже прикольно, когда вот вас читают, это кому-то надо, и кому-то интересно, да, в общем, у меня тут есть списочек вот этих ваших запросиков, плюс еще два каких-то, я вот сейчас пишу в Настин блокнотик, там по СМР что-то, два каких-то запроса, я помню, что там многие ждут, конечно, что-то у меня в запросах лежит уже, может, месяца два-три, ну, опять же, вдохновение, или время, или еще что-то, вот сейчас у меня бабуся, вроде как, ну, она, в общем, она меня не трогает, ей ничего не надо, и мы с ней договорились, что в ближайшие полчаса у меня вроде как время такое, на тишину, без звука лишнего, в общем, некоторые видео я сама пересматриваю, вот я, когда начинала снимать это все, в общем, у меня идеалом, вот таким блогером, хотя вот мне кто-то писал личку ВКонтакте, что вот вы, как бы все остальные блогеры должны снимать какие-то, кажется, челленджеры, если я ничего не путаю, у меня просто слово как-то не запомнилось, там что-то, про лимон на камеру я помню, у меня лимон лежит в холодильнике, но у меня в последнее время что-то опять барахлит желудок, в общем, на ночь-то я люблю пожрать, покушать, ладно, но иногда ночью поешь, а утром помираешь, вот сейчас я разменяла пятихатку на посылочке, на отправление, у меня осталась монетка, и Лёля фанат шаурмички, пойду где-то через полтора часа в центр по делам, ну и, соответственно, даже туда, специально к этому ларючку, сделаю несколько лишних шагов, и дойду, у нас там есть такая шаурмичная, там женщина с Украины, при вас все делать, очень-очень вкусно, такая вот, я тут как-то бегала в поисках сувенира с угличем, но без церквей, по городу, и мимо уже, просто не смогла пройти мимо, и купила, так сказать, на последние деньги, да, на наличку, просто, кажется, там не принимают эту шаурму, и, не, не то, чтобы у меня нет денег, у меня есть деньги, но у меня в приоритетах путешествия, и они для меня важнее, чем покупать косметику, и посылать ее на обмен, да, или еще что-то, вот на данный момент у меня именно в приоритете путешествия, в каком-то году я дико загонялась по Карелии, однажды там побывала, потом целый год всем мозги выносила, Карелия, 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 кто-нибудь со мной поедет, 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 застать со мной, девчонка она поехала, и мы вместе с дорогами, ну, сколько там, три, наверное, дня на дороги ушло, в общем, 11 дней у нас путешествие заняло, мы больше недели тусили в Карелии, конечно, я выбрала не того человека, с которым надо было ехать, потому что по плану мы должны были посетить половину городов Карелии, в результате мы полосидели совсем немножко, и несколько дней тупо тусили в Петрозаводске, конечно, Петрозаводск классный город, мне очень нравится, но не с тем человеком и не в то время, в общем, так, возможно, когда-нибудь до Карелии все-таки доеду и посещу, постараюсь все остальные города, которые хотела, ну, и, в общем, про эти видео я когда стала снимать, я ориентировалась на Аленку, можете плеваться и кидаться помидорами, лучше свежими, я их люблю, и огурцами, и прочей хавкой, я вообще люблю покушать, я стала сразу смотреть, вот как вот там принято, да, вот я сначала даже копировала Аленку, возможно, она это поняла, возможно, нет, типа, здравствуйте, приветствую всех на своем канале, если вам интересно это видео, оставайтесь со мной, у меня сейчас даже в голове голос Аленки прокрутился, ну, и в конце я смотрела, как просто нескольких блогеров, я, конечно, еще не помню, просто имя посмотрела там, как это заканчивается, что типа, ставьте лайки, пишите комменты, да, вот это, подписывайтесь на мой канал, я смысла этих слов до сих пор не понимаю, не поверите, у меня был какой-то случай такой, в общем, когда я тусила в мотоклубе, и мальчик там у нас один был, ну, на тот момент значился президентом мотоклуба, и что-то я говорила на английском, тогда изучала английский параллельно, ну, у меня был такой взрыв очередной, что я вот так сильно сидела, штудировала учебники параллельно, и у меня было хорошее очень произношение, но, как он мне сказал, вот ты не думаешь, что ты говоришь, что-то в этом роде, смысла не понимаешь того, что ты говоришь, вот как-то так, вот тут с этим же так же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, да, не, подписывайтесь, конечно, можете и дизлайки ставить, ну, и, на самом деле, когда у меня мальчик сегодня террорил, в личке ВКонтакте, что тут надо записать видео, я сначала не могла понять, думаю, 22 июня, вроде я уже что-то записывала, ну, какое видео, зачем видео, и вот тут так спонтанно получилось, я думала, на полторы секунды я тут наговорю чего-то, и отрекламную канал мальчика, а сейчас говорю, 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 говорил, когда, на непонятные темы, в общем, когда я ездила, там, было такое время на установку, я ездила в Педе, уезжала рано утром на первом автобусе, в 4 вставала, переезжала на самом последнем, у меня еще была тогда подружка, но она, в принципе, и сейчас есть, просто мы уже разошлись с интересами, она там, где-то живет в какой-то деревне, у нее семейная жизнь, все, в общем, давно разошлись с интересами, вплоть до того, что она все-таки более религиозная, а я как бы вне религии вообще, ну и получалось так, что у нее вечно была тусовка, она бежалась, если я к ней хотя бы раз в день не прийду, ну и я сразу прямо с автобуса бежала к ней, и мы там часов до 12, в общем, часов 12 я приходила домой, мне надо было, в общем, лечь, разобрать вещи, понять, что там завтра у нас, какие предметы, да, и, в общем, я где-то в 12, в лучшем случае, вырыбалась, 4 вставала и валила на 6 утра на автобус, там, то все, 5-10, с дорогами, там, помыться, одеться, да, и вот тогда я реально засыпала, хоть стоя, хоть сидя, хоть на первой паре, параллельно лекции переписывая, которые, если случайно пропустила, и лекции записывая, которые нам диктовали, еще и отвечать убудрялась, и сны какие-то видела, поэтому я не понимаю людей, которые вот как вот там засыпать под шепот, да, потому что у меня иногда бывает очень сильное мигрение, когда любой звук, это вообще дико отдается в голове, хочется, если не человека пригрохнуть, звуки издающие, да, раздражающие, а самую куда-нибудь, чуть ли не по стенам будешь, вот это мне не понять, просто, как вот можно под шепотом уснуть на кого-то, или под телевизор уснуть, как у меня некоторые родственники засыпали под телевизор, а ты лежишь, думаешь, блин, как... Поэтому ASMR я не понимаю, в общем, первое видео я помню, я снимала, но сейчас просто пример покажу, я почему-то оказалось, что надо вот так вот крутить, мне сейчас даже самой себя смешно, и, ну, видео вроде не удались, так, история канала, да, канала в роли Beauty Block, потому что канал довольно много лет, в принципе, по моим меркам, канал 2000, с конца 2008 года, как раз мы с Глебушкой стали общаться, Я помню про запрос про Глебушку, про Глебушку, как она, всё-таки задиктую на камеру, но на самом деле есть статья, которая печаталась в публической газете, потому что я тогда была внештатником, когда мы с ним стали общаться, и человек, с которым я тогда дружила, она, ну, в общем, она попросила, в общем, меня делать эту статью, и она ещё есть на, кстати, кажется, филолингве, просто уже вот именно моя статья с ссылкой, где, откуда это взято, в общем, я брала продукты, вот так вот, ток-ток-ток-ток-ток-ток, но мне почему-то так казалось, что надо именно так показывать, то, что Аленка там подносила к камере, зачем она это подносит к камере, потом до меня дошло как-то уже само по себе, что надо вот, ну, как-то вот, подержал, да, вот, чтобы все поняли, что если его крутить, то чел не может прочитать или не врубиться, что это, зачем это, о том, ещё какие-то у меня косяки были, вот мне люди там пишут, что, типа, вот, научитесь резать это, монтировать видео или ещё что-то, понимаете, что у меня это вообще идёт не то, чтобы как хобби, я вас понимаю, это как бы второе хобби, но не первое, не главное для меня, вот это введение канала, я могу вот сейчас зависнуть куда-то, и всё, вот, если он не будет обновляться, мне будет просто совершенно пофигу, но он есть, вот, ну и ладно, ну и фиг с ним, ну смотрят меня, ну, а чё смотрят, зачем смотрят, ну, для меня как-то немножко, не знаю, как объяснить, но, в общем, для меня, вот, как я попала в группу Raindrops по переводу манги, вот это для меня важнее, это вот для меня вот самое реально такое хорошее хобби, я почти не рисую, текста я не пишу, музыку я пару раз, может, подходила к пианино, что-то играла, что-то у меня даже там родилось, я помню, лапка 90 ещё вякнула, что-то, а-а-а, ужас такой, значит, ну, и может действительно было ужасно, я просто записывала, вот прямо записывала, что у меня в голову приходило, прямо онлайн так было, да, вот на камеру, у меня куча этих черновиков музыки просто никак в руки не дойдут, причём иногда они, вроде, хочется заняться, но не помню где, а когда не хочется и начинаешь разбираться, оказывается, что черновики лежали прямо под носом с левой стороны, вот на этой полочке, которую вы, конечно, не видите, она над системником моим, как раз на компьютерном столе, ну и что там ещё, в общем, сейчас мне просто как-то, ну, нет вдохновения, я помню, что у меня был период, я думала, что уеду в деревню, кучу всего записывала, и стала на время публикации, оно выходило чуть ли не каждый день, там, ну, каждый день, да, вот там в 11 утра или в 6 вечера, сейчас мне что-то так не прёт, я поднимаю, что у меня там куча всего, что что-то ещё надо сделать, что какие-то фотки, ещё что-то, ещё что-то, что рисунки, но, ну, совсем не идёт душа как-то, да, хотя вроде у эльфов не должно быть души, даже сегодня с няшным на японской, ну, не совсем японской, в общем, с нашим переводчиком японистом на тему, тему такую обсуждали, что мне кто-то там по поводу внешности камин, ну, кто-то ещё ответил, что зачем вы это пишете, ну, типа, я могу обидеться, да, и я написала, что мне совершенно пофиг, и человек, а как тебе может быть пофиг, как люди, вот я в свои 32 года, да, человеческих, хотя, знаете, я чувствую себя, хоть это, можете, там кто-то из таких, из хейтеров, вот, вопить, а, плохо, плохо, конечно, есть люди, которые воспринимают именно по-своему и перевирают слова с ног на голову, я иногда почитываю всё ещё этих натиков, чисто поржать, и вот там они почему-то думают, что снесла в церковь игрушки, которые мне шила мама, на самом деле, которые мне шила мама, в основном мы шили с ней вдвоём эти игрушки, они у меня лежат, их совсем немного, я снесла те игрушки, которые мне мама подарила, ну, и были там просто игрушки, которые именно она подарила, ну, вот я к тому, что люди перевирают слова только как им хочется, вот, как им воспринимаются, в основном вот эти все типа хейтеры, да, и я привыкла ко всем своим этим тараканам, я знаю все свои недостатки, я с ними вполне себе живу в гармонии, меня не вполне, ну, может, что-то не устраивает, но я их полюбила, мне они нравятся, я вообще люблю себя, вообще любите себя, ну, в пределах нормы, конечно, и до этого там фанатизма типа я-я-я-я-я, да, но когда мне что-то пишет кто-то про внешность или кто-то пишет вот ты-ты-ты-ты-ты, только не обижайтесь, или я не хочу вас обидеть, люди, когда вы никого-то не хотите обидеть, вы не пишете вот это, я не хочу вас обидеть, да, вы просто пишете, вы даже не запариваетесь, обидится человек или нет, это уже подсознание у вас выходит, мне тогда так смешно, забавно читать такие комментарии, короче, ребята, я очень рада, что вы меня смотрите, на самом деле просто я не знаю ну так как так прикольно люди какие-то новые то я благодаря youtube с многими интересными людьми познакомилась с кем-то там обменивалась посылками с кем-то просто общалась просто в личке даже ну интересно так лапка оказалась такая забавная очень почему-то методом тыка сразу поняла что нелли это лапка так в общем ну если ты вдруг увидишь это видео привет тебе тоже отдельно но это вроде как не список приветов поэтому можно передать я думаю в общем у меня тут две тысячи подписчиков наверное это очень круто потому что каналу в роли beauty блога чуть больше года у меня уже 2000 подписчиков хотя я не понимаю этих загонов по поводу подписчиков на самом деле и еще много всего вот этого на канале но у меня кстати звонить телефон и поэтому я думаю лучше попрощаться с вами и в общем если вы досмотрели до конца то я очень рада и до новых встреч пока